Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! У меня уже все остыло, как только я села снимать видео, уже включила камеру, мне позвонила Шелли. Вот с ней поболтали немножко, она завтра ко мне пердет. И все у меня остыло. Как я обожаю болтать по телефону, это прям нечто. Раньше мама говорила, надо примотать тебе телефон к голове скотча, чтобы рука не отекала. Я и всегда говорила, отличная идея! Сырные палочки. Три штуки, почти четыре мананта, прикиньте. Но вкусно очень. Я чувствую здесь сыр сулугуня. Также взяла огромный цезарь ролл, наггетсы. И вот. Вчера мы с мамочкой Ходили шопиться. Именно шопинг для мамы. Хотели купить маме куртку зимнюю. Я предлагала ей купить пальто. Сколько мы не ходили, ничего подобрать так и не смогли. Вернее, было куча вариантов, которые идеально сидели на маме. Но мама поворачивалась к зеркалу и говорила, это пальто меня полнит. Я говорю, мама, потом размеров не останется. Как у нас обычно бывает в январе. Самые ходовые размеры все бывают проданы. И все остальное по скидкам распродают. Поэтому лучше покупать в начале сезона. Ой, я неправильно открыла. Вот так. Салат Айсберг. Здесь прям нечто. Сазироу, конечно, очень вкусное. Причем, вы знаете, нету хороших магазинов для женщин в возрасте. То есть, например, идешь в Молоть, та же Зара, Манго. Все это на молодежь. А чтобы купить для женщин размеров 56-58. Где купить? Негде. На каких-то рынках. Непонятных магазинов. Один магазин в одном конце города, другой в другом. очень сложно что-то подобрать. А мама у меня очень капризный человек. То есть, нету такого, что лишь бы что. Я ей говорю, самое главное, чтобы было тепло. Все остальное не важно. Мама, нет. Мне с каблучком. Мне приталина. Мне чтобы это, чтобы это все сочеталось. Я так смотрю на нее, смотрю на себя. Айка, которая мешок вещей заказала Шейн по супер хорошим ценам. И все это носит с удовольствием. Айка, которая купила вот этот вот свитер, это у меня вообще антиквариат. Я его купила, когда была на первом курсе. Айда 5 лет назад. Прикиньте. Уношу до сих пор. Мама у меня достаточно капризный человек. И в конце мы там кое-что купили. Пальто так и не нашли. Хотя обошли буквально все магазины. Зашли в один магазин. Я спросила платье, которое мне понравилось. Как раз таки оно было большого размера. Спросила вроде, знаете, не бутик какой-то, вроде не роскошный какой-то магазин с супер дорогими какими-то вещами. Спросила платье. Женщина такая говорит, это платье стоит, говорит, 600 монат. А 600 монат это 30 тысяч рублей. Я такая в шоке. Мама потом спросила, а что это за марка и так далее. Такая я лично везу из Турции все. Никакой не бренд, просто это стоит 30 тысяч, потому что так захотела. В конце купили маме сапожки, купили маме брюки, еще кое-что из одежды. Пришли домой. Мама говорит, мне кажется, что брюки, одна, то есть нога, длиннее, чем вторая. Я говорю, мама, тебе кажется. Мама надела эти брюки, пошли мы погуляли с ней туда-сюда. Вернулись назад. Мама говорит, все-таки я посмотрю. Смотрит, вот такая разница. То есть, одна нога длиннее, чем вторая. Я предложила маме поехать, вернуть. Но потом мы так подумали, на такси сколько денег потратим, сколько времени потратим. Ничего, лучше отдать какой-то шве внизу, потому что брюки сидели просто обалденно. Эти брюки мы просто мерить не стали, сразу взяли. Недорогие были. Абсолютно. У нас внизу здесь куча швей. На каждом углу. Единственный минус. Идешь ты к шве и говоришь, мне нужно подрезать, например, брюки. И ты говоришь, почем это мне обойдется? И вот 90% у нас швей говорят, договоримся. Я всегда уточняю, нет, не договоримся, скажите конкретную цену. Почему нельзя сказать конкретную цену? И однажды я попала на эту уловку. Женщина сказала, договоримся. Я такая, ну хорошо. Я знала место, где эту же услугу, например, делают за 200 рублей. Ну просто надо было идти до метро. А эта швея находилась прямо рядом с моим домом. Но я могла бы пройтись. Прихожу. Прихожу забирать. Правда, она очень хорошо все аккуратно сделала. Все, молодец. Я говорю, сколько я вам должна. И она говорит, к примеру, просто условно. 400 рублей. Хотя я то же самое могла у метро сделать за 200. Я такая, в смысле? Я говорю, везде же 200. И она мне начала, вы что? Это очень сложный материал. Здесь использовалась специальная нитка. Да никто вам за 200 это не сделает. Вы знаете, сколько времени я потратила, чтобы распороть это все. Потом пришить. Вы думаете, это все так легко делается? Я такая стою и понимаю, что сейчас я заплачу в два раза больше, чем должна была заплатить. Поэтому сразу уточняйте цену. Вот это вот договоримся не прокатит. наггетси обалденно. у меня просто твиксик их обожает. Он готов душу продать дьяволу за наггетс и за оливки. в общем, такая вот ситуация у нас со швейми. Поэтому сразу уточняйте цену. Я ненавижу, когда говорят договоримся. У нас одна же такая ситуация была в Дагестане. Таксист должен был отвезти нас на автовокзал и у него уже было два клиента, которые опаздывали на поезд, а мы не опаздывали. Мы с папой могли спокойно поехать на автобусе. Он сказал, что у меня все равно есть два клиента. Папа сказал, отвезешь меня за энную сумму. Он сказал, договоримся. Ну договоримся, значит, согласен на эту сумму. Потом, когда мы приезжаем, тут этот молодой парень начал так наезжать на моего отца. Я думала, сейчас там будет драка. Он говорил, ну вы считаете, что это нормально? Я проехал столько километров и вы мне всего заплатите вот столько и вам не стыдно? Я же сказал, что мы договоримся. Но мы могли спокойно поехать на автобусе. Просто мы подумали, если он все равно едет с этими клиентами, то он согласен на эту сумму. Он нам сказал, что мы договоримся. Причем всю дорогу так мило беседовали о том, о сём. И в конце он там чуть ли не угрожать начал, что если вы сейчас мне не дадите эти деньги, мы сейчас с вами по-другому будем разговаривать и так далее. Ну мы, конечно, с папой испугались, отдали эти деньги, но у нас такое, знаете, двоякое впечатление сложилось вообще. Поэтому все надо решать на берегу. Сколько конкретно будет стоить эта услуга? А договоримся, это не прокатит. На этом всё. Два наггетса я специально оставила, хотя очень хочется. У меня просто котик обожает наггетс. Просто обожает. Поэтому это я ему дам. Он последние два дня почему-то капризничает, особо ничего не кушает, хочет только вкусняшки. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока!